Всем привет! Сегодня смотрим работы Герберта Джорджа Понтинга. Родился он 21 марта 1870 года в городе Солсбери. Ну мы-то уж Солсбери-то знаем, Англия, в семье банковского служащего. После окончания школы он устроился на работу в один из банков Ливерпуля, эмигрировал в США, где познакомился с Мэри Бидл Эллиот, на которой женился в 1895 году. Я данные беру из Википедии, из каких-то статей в интернете, которые я нашел. Не без финансовой помощи своей семьи Понтинг приобрел фруктовую ферму, но, к сожалению, его коммерческое начинание не имело успеха и спустя шесть лет он вместе с семьей вернулся в Англию. Через некоторое время опять возвратился в США, серьезно увлекся новым направлением искусств и фотографий, и в том же году стал победителем фото-выставки, организованной компанией Bausch & Lamp. Его работы были представлены экспозицией фирмы Kodak во время всемирной выставки в Сен-Луисе в 1904 году и привлекли внимание компании Underwood & Underwood, крупнейшего издателя сериографических фотографий, которая предложила ему отправиться в Японию. Понтинг оставил свою жену с двумя маленькими детьми, было это в 1901 году, и отправил свое первое из многочисленных путешествий на Дальний Восток, во время которого посетил Японию, Манчжурию, Корею, Россию, Индию, Китай, Яубирм. Работал в корреспондентном журнала Harpix Weekly и освещал события русско-японской войны. Фотографировал во французских и швейцарских Альп. И уже к концу 1910-х годов он имел репутацию лучшего фотографа-путешественника в мире. Была издана его первая проиллюстрированная многочисленными фотографиями книга «Япония на родине лотоса». В 1909 году Роберт Скотт пригласил его принять участие в его новой антарктической экспедиции в качестве фотографа. Со времен изобретения фотографий во всех экспедициях полярной области Земли были свои фотографы, но никогда до экспедиции Скотта в их состав не входили профессионалы. Понтинг был убежден, что помимо съемок статических изображений, киносъемка была не менее важна для более полного освещения и деятельности экспедиции. Для этого он прошел краткий курс обучения на заводе Альфреда Ньюмана, чьи кинокамеры были специально адаптированы для работы в полярных регионах. Так, им были отсняты сотни метров кинопленки, а также более тысячи негативов, на которых он запечатлел антарктические пейзажи, животный мир Антарктиды и повседневную работу и жизнь участников экспедиции. Вот как пишет Эпслид Черли Гаррин. «Среди офицеров и среди матросов не было никого, кому надоедали бы лекции Понтинга с демонстрацией его собственных неподражаемых снимков, уводивших нас в далекие страны. Мы заглядывали на часик в Бирму, Индию, Японию, любовались цветами, деревьями, женскими лицами». Сам Роберт Скотт в своих дневниках очень тепло отзывался о Герберте Понтинге и как о незаурядной личности, гармонично вписавшейся в коллектив. «Душа радуется, когда слушаешь его восторженные рассказы о достигнутых результатах и его планы на будущее», — говорил Роберт Скотт. По возвращении из Антарктики Герберт Понтинг перестал путешествовать и заниматься фотографией. Выкупил права на отснятые виде материалы по французской компании «Гамонт» и сосредоточил свои усилия на многочисленных поездках по стране, во время которых читал лекции и демонстрировал фото и киноматериалы о экспедиции и судьбе капитана Скотта. Кстати, в 1924 году был выпущен полнометражный фильм об экспедиции Скотта «Великая безмолвная безмолвие», который получил большое признание. Все коммерческие начинания Понтинга, как и фильм, не принесли автору финансовой выгоды. По его собственным словам, он был сражен как физически, так и финансово. Умер в Лондоне от сердечного приступа в 1935 году, 7 февраля. Вот, наверное, и все, что мне удалось найти. О Герберте Джорджи Понтинге, фотографе, путешественнике, режиссере-документалиста, получившей наибольшую известность главным образом за свои работы, сделанное во время британской антарктической экспедиции под руководством Роберта Скотта. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин